Восьмой Алексей Миронов Капитан команды, как я уже сказал Семнадцатый Эрик Заерко Девятый Денис Залозный Одиннадцатый Владислав Карапузов Прусов с мячом Удар поворотом Рядом со штангой прилетает мяч После удара Прусова В запасе у локомотива Береснев, Суханов, Салихидинов Ульянов, Никитин-Еворский А у нас Гаврилов, Коноплин, Егоров, Молчанов Язовских и Явороб Перехватили нашу мяч Умяров идет вперед Хорошо обыгрывает соперника Можно идти дальше Отскакивает мяч Колесниченко Будет удар Удар поворотом Это был удар, конечно, в дальний угол Гораздо Ну, очень сильно уменьшили шансы на золото Посмотрим за контратакой локомотива Нет, удалось нашим справиться Там Михайлов хорошо сыграл А это Прусов отдает мяч на Прошлякова Прошляков у угла штрафной Хорошая передача Радостев удар поворотом Прямо в руки Шитова Пытаемся посмотреть календарь Состоялся 24 сентября 24 сентября Пропустив гол в начале первого тайма Прусов Блестящая передача До Радостева Радостев удар и гол Радостев упал Но все-таки как-то выбил мяч у Шитова Каким-то образом и отправил его в пустые ворота За что и получает поздравление партнеров Итак, десятая минута Семен Радостев 1-0 в нашу пользу 6 человек у нас первоначально были вызваны в сборную России Которая в октябре в 20-х числах будет в Сочи играть турнир Паник Пожухарь не играл, да, в первом матче Но сейчас он просто лучше Подача Удар поворотом и в руки Салищева Ну, сумел пробить И там никто ему не мешал Футболист Локомотива Честно говоря, не заметил, кто это был По-моему, Бадзин Наши пытались контратаку организовать Не вышло быстро Но получится медленно, может быть Хорошая передача Великородного Прусов Прусов на Великородного Великородный будет бить? Нет Великородный бьет Попадает в соперника И выбивают мяч Железнодорожники Я хочу сказать, что Ну, острейший был момент На самом деле Удар Шитов ловит Как можно на этот мяч Не можно кого-то обыграть Локомотив в атаке Миронов Может быть опасно Передача Здесь только Евенов Против соперника Аккуратнее нужно играть Подкатывается Евенов И пенальти То, о чем я говорил Мимо мяча Саданул Евенов Удар Поворотом Прыгает Прыгает Салищев А что показывает Арбитр Что надо повторить удар Интересное решение Арбитра Прямо скажем Но он показал Что кто-то Вбежал Штрафнул Я так понимаю Что кто-то Из футболистов Локомотива Удар Еще поворотом Гол Один-один На 57-й минуте Этого матча Замешкался Евенов Перехватили Наши мяч Снова Великородный Радостев Радостев В борьбе Мяч сохранил Толкнули его Толкнули Там Радостев Борется Прошляков Сбрасывает Мяч Удар Бой Гол Аюмяров 2-1 Голевой пас Прошлякова И Умяров Так приложился Что чуть Сетку не порвал Быстро Наши сравняли Ничего не скажешь 60-я минута Только началась И 3-х минут По-моему Не прошло Наши разыграли Там, кстати И очень был Довольно странный Такой Загадочный момент С падением Радостев Когда его толкнули Но Арбитов Не назначил Пенальти Спросили наши тренера Есть Остались ли силы Великородного Скал Да Тем временем Умяров подает И Еще один Головой будет Нет Умяров Играет головой Пробрасывает Мяч еще дальше Борьба в штрафной Умяров Умяров Красиво Удар Гол Умяров 2 2 Второй мяч 3-1 И дубль Наилю Умярова Блестящий гол В штрафной Удалось развернуться Финтом Зидана Уйти от соперников Наилю Умярову И Отправить мяч В дальний угол В дальний угол Бил он уже Из вратарской Конечно Шитову было Сложно что-то сделать Молодец Наил На 63-й минуте Это произошло Но расслабляться Конечно Не надо Колесниченко Передача Клинии Штраф Удар Ох Как опасно А мог хитрик сделать Наилю Умяров Наш унов в атаке Пруцев отдает На фланг Колесниченко Колесниченко Удар поворотом Шитов с огромным трудом Отбивает мяч Будет гол Да Это Егоров Только что вышел на поле И тут же забил 4-1 в нашу пользу 72-я минута матча Очень сильный удар Нанес Кирилл Колесниченко Шитова Ну никак Невозможно было Отбить И вот С этого все Началось А закончилось Тем Что в борьбе С защитником И вратарем На дальние штанги Егоров Все-таки Каким-то образом Протолкнул На их сетку И вписал Своё имя В протокол Матча 4-1 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!